106 метров длина, 2,5 ширина, 8,5 тонн металла, это 54 стальные сваи. По официальным документам это сооружение называется пешеходный переход. Впрочем, есть у него и другие названия – мост дружбы или мост влюбленных. Теперь еще и мост разбитых фонарей. Кадры, которые вы сейчас видели, мы снимали еще в мае. В середине лета мост довели до совершенства, установили перилы и провели освещение. За полгода это сооружение уже стало достопримечательностью поселка Искателей. Мамы с колясками, скандинавские ходоки, влюбленные пары, фотосессии. А еще это место облюбовали местные подростки. В конце августа произошел первый инцидент. Все 14 фонарей разбили. Подрядчик понес убытки, но разбитые плафоны заменил на новые. И вот спустя ровно три месяца снова здорово. Этот случай поверг в шок и жители поселка, и мастеров, которые занимались установкой и облагораживанием моста, и заказчика сооружения. Сегодня вроде как для людей стараешься, это зона отдыха, и там я наблюдал просто люди. И с колясками ходил, в детский сад, проходцы все равно, грубо говоря, освещены. Ну и там молодежь смотрела, отдыхала, сидели на скамеечке. И когда она освещена, она хорошо. Она и вечером хорошо смотрится. Ну видно, как бы, тех, кто бьют, это не надо. Их это не интересует. Просто я хочу сказать, что отпадает охота там что-то делать. Если так вот и будет продолжаться, то боюсь, что я все это подключаю и, наверное, делать не буду. Зачем? Потому что тратить просто бюджетные деньги на замену этих фонарей и всего прочего, это нелогично совершенно. Как предполагают в поселковой администрации, фонари разбивают местные подростки. Скорее всего, в качестве орудия юные вандалы используют стеклянные бутылки. Зачем они это делают, вопрос понятный из разряда риторических. Виновники остаются безнаказанными. На этом объекте еще не установлено видеонаблюдение. И вычислить злоумышленников очень сложно. И это, говорят в поселковой администрации, самое обидное. Да занимаются они пускай спортом и хорошими делами. Благотворительными в том числе. Если людям некуда силы удевать, так я не знаю, секции спортивные или еще что-то. Тем более и на факеле, и в искателях, и спортивных залов, и сооружений очень много. Поэтому лучше силу, как говорится, дурную пускать в дело, а не на такие вещи, на которые страшно потом смотреть. Кстати, если охотников за фонарями все же поймают, то им грозит уголовная ответственность. Статья 167 Уголовного кодекса предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. Делом о разбитых фонарях уже заинтересовались правоохранительные органы. На место происшествия выехала следственная оперативная группа. В ходе осмотра были обнаружены 10 разбитых плафонов уличных фонарей. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сотрудники полиции обращаются к гражданам. Если кому-то что-то известно по данному факту, просьба сообщить дежурную часть МВД России по Ниньскому округу по телефону 02 или 42126. Впрочем, несмотря на этот инцидент, в Искательской администрации продолжают проектировать зоны отдыха для поселка. Глава постсовета верит, что вандалы все же одумаются и впредь таких случаев больше не произойдет. Рядом с мостом, вот в той лесной зоне, в скором времени будет располагаться парк отдыха. Там уже провели освещение, а с приходом теплого времени года установят лавочки и беседки. Местные администрации надеются, что эта территория понравится жителям поселка и они сами будут заботиться о ее сохранности. Ну а на замену перебитых осветительных приборов на этом мосту потребуется не один десяток тысяч рублей и несколько недель работы. Так что пока мост разбитых фонарей остается стоять в темноте. Алина Волчейская, Александр Дуркин, Телеканал Север.